Добрый вечер. Во-первых, хочу вам рассказать то, что произошло на прошлой неделе. В Ешиве, где я учусь, один из моих знакомых дал такой опрос. У него в руках была сосиска, жареная, наверное, и в другой руке стакан кофе с молоком. Кофе с молоком, кофе с молоком, кофе с молоком. И он спрашивает, говорит, Гребенсон, можно это кушать вместе? Я говорю, что соевая сосиска? Он говорит, нет, мясная. Молоко соевое? Он говорит, да, молоко соевое. Спрашивает такой вопрос. Что мы можем ответить ему? В связи с того, что мы учили. Нормально, спокойно. Можно ляпнуть, ничего страшного. Подумайте. Он один, он ходит с сосиской и с стаканом все его видят. Да, то есть это видно, что-то здесь подозрительное, да? Человек кошерный, с пейсами, черный кипи, а запивает эту сосиску этим, да? Вот теперь давайте покажем, что, ну, видите, что люди не знают, что есть соевые сосиски или не знают, что есть соевые. Мы говорили с вами так, что мы приводили пример с молоком халавшкидим. Миндальное молоко, да? Да, что должна рядом стоять упаковка. Но при этом, как раз тому, что вы говорите, мы говорим о том, что есть вещи распространенные, уже все это знают, что есть такое, есть такое. Поэтому, по идее, здесь не должно было быть знать, что есть соевые молоко и знают, что есть соевые сосиски есть. Вот. Но и в данном случае правы, что можно было разрешить, но поскольку все-таки люди не превыше к этому и сказать однозначно, что не вызывает это подозрение. Вот. Мы не можем. Пришел, решил какой-нибудь там человек, который новый, новый. Да и вообще экипоотдел позавчера. Вот. И вот он же видит одного такого здесь, что здесь происходит, да? Вот. Поэтому сказать однозначно, что разрешить это, вот, это не просто. Хотя действительно есть на кому полагаться, которые говорят, что поскольку все знают, уже это распространенная вещь, не подозрение. Вот. Но мы говорили, что если это вещи, которые бывают такие и такие, все-таки это вносит путаницу. Бывает такое и такое. Так? Вот. Поэтому правильно все-таки, чтобы быть, по крайней мере, пить это самое, это соевое молоко рядом с упаковкой. Она стоит там. Вдруг невозможно взять ее в обе руки, но взять возле нее, по крайней мере, пить там. Либо кушать по отдельности. Совершенно верно. Так. Теперь. Касаясь прошлой занятий. Напомню, о чем мы говорили на прошлом занятии. Мы говорили о том, что у нас, по порядку, по крайней мере, как мы обсуждали это, мы начали говорить с того, что у нас есть предметы, которые находятся на одной полке. Они бывают мясные, бывают молочные. И нужно ли их разделять? Об этом мы говорили. Да, мы говорили, что, в принципе, если они закрыты, то можно ставить на одной полке. Даже если они открыты, тоже можно ставить на одной полке. Почему? Потому что, как правило, люди, когда видят мясное и молочное рядом, они настороже, они не будут делать неправильных действий. В этом плане, кстати, получается, что если находится на полке, допустим, какая-то вегетарианская еда и молоко, нужно больше опасаться, нежели когда он находится мясное и молочное, потому что там люди осторожны. Но все-таки говорим, что когда они открыты, нужно быть поосторожнее. К тому же мы с вами имеем дело с детьми, которые еще менее осторожны. Добавляя к этому, это нужно сказать то, что мы, мне кажется, не касательно прошлом уроке, начали немножко об этом говорить, когда у вас находится, допустим, молочная какая-то вещь, и рядом находится другая вещь, которая, если мне поведет молоко, будет незаметна. Пример. У вас стоит молоко и рядом стоит открытый сахар. Вы поставили его в холодильник. Почему поставили в холодильник? Потому что летом бывают муравьи, вот нужно сахар спасать, поставили в холодильник. И вот стоит у вас кувшин с молоком, и рядом как раз такая блюдца, на котором находится сахар. И вот здесь как раз может быть проблема. Почему? Потому что, когда берут молоко, неосторожно, или поставили, допустим, молоко в дверь, дверь холодильника, и это все равно открывает-закрывает, она тормошится, капает. Вот. И получается интересно такое явление, что в сахаре, да, который как песок, образуются так называемые комки. Комочки, комки. Так? Вот. И когда мы это обнаруживаем, если мы знали до этого, чтобы было все хорошо, гладко, и был чистый песок, а сейчас появились комки, мы сразу можем подозревать в этом молоко. Но если мы обнаружили, что он находится в сахарном столе, и мы не знаем, откуда что там капало, и где это капало, откуда появилось. Предыстория нам неизвестна, но мы знаем, что было в том числе соответствие с молоком. И на молоко должно опасаться. Здесь есть какая-то вопрос, но сейчас вот я буду брать за сахар. Так? Вот. Можно ли брать и самые комки, в том числе? Так? И класть в какое-то блюдо, которое будет мясное. Мы должны опасаться, что это, возможно, молочные комки. Что, что? Не слышал? Если больше трёх комков, то надо подожить. Больше трёх комков? Если больше трёх комков, то можно подозревать, что это уже молочные. Вот. То есть, это вопрос. Это вопрос. Вот. Что мы в данном случае можем сказать? Давайте подумаем. Значит, ну хорошо, допустим, комки молочные. Пришли сомнения, правильно? Молочные. Но даже и положат, что у нас здесь получится. У нас получится, что мы положим на душу мясное. И нужно знать, есть ли там у нас пропорция 1 к 60 или нет. Так? Вот. То есть, под сомнением молочные комки мы можем покласть сейчас на мясное, которое может вызвать варку. Вот. Я знаю, что изначально никто не будет так делать. В любом случае. Если есть подозрение, что это молочное, никто не будет класть их. Уж тем более специально. Вот. Но вопрос в том, когда случайно попало на мясное. Запретилось мясо, не запретилось? Вот чём вопрос. Так? Мясо-то жалко. Мясо хорошее. Готовили ты сколько? Три часа? Три часа готовили мясо. Сейчас запретился кусок такой из-за этого самого комка или нет. Вот. Надо не торопиться с этим. Возможно, с выполнением не запретилось. Прежде всего, горячее. Насколько это горячее? Это мы как раз тема нашего урока продолжим сегодня, на следующий раз. Вот. Когда уже будет обсуждать горячий контакт. Но пока мы говорим о контакте, который более-менее холодное. Мясо, оно у нас уже остывшее. Попал самый комок на него. Что мы с вами говорим? Под сомнением молоко попало на негорячее мясо. Что происходит? Что мы говорим на прошлом уроке? Мы говорим о вас сразу. Вспоминаем три вида контакта. Сухой контакт. Вообще не запрещает. Я сбавил температуру. Я сбавил температуру. Теперь у нас теплое. Сухое либо влажное. Когда сухое, нам нужно что-либо делать. По закону. Не по восторжению домохозяйки. Не нужно ничего делать. Да. Но, кстати, я слышал урок Рав Голема. Он очень затруднялся придумать такой пример, где у нас есть такой сухой сухим, где мы можем быть уверены, что не нужно ничего это делать. Очень тяжело придумать такое. Но, хорошо. Перейдем к следующему. Влажность влажная. Либо одно влажное, другое сухое. Так? В таком существо можно делать, если у нас был контакт в холодном виде. Мы сказали, что нужно срезать это первая реакция домохозяйки. Помыть. Помыть. Либо есть другое мнение, что нужно слегка потереть. Да? Такое два варианта. Все. Так? Теперь, третий вариант, когда у нас что-то жирное. Что у нас жирное, да? Какой из них вариант? Жирное. То такой же что нужно сделать? Да? Поскрести только уже по-серьезному. Не сдирать мясо, да? Вот. А именно поскрести только это более тщательно. Так это сделать? Вот. И все. Какой из этих вариантов в случае мы применим? Комочек. Какой у нас жирный, нежирный, влажный? Жирный. Мясо жирное. Будем тереть? Будем тереть. Будем тереть. Стереть, но не срезать. Да? Теперь, значит, единственное, что важно знать, что изначально есть такие комочки, все-таки быть осторожным с ними, их не класть. Если у вас есть вариант, что они могут быть молочными, если это просто комочки, но не должны быть молочными, то нечего подозревать их. Вот. Так? Теперь бывает такой вариант, допустим, в Ешиве. Ешиве такой, или на работе какой-то бывает такой момент, что есть прям миска для... с кофе, с чаем и с сахаром. Так? Человек был мясным. Был мясным. Из-за того, что он кушал мясо. Теперь он хочет просто попить чай. Без молока. Попить чай. И он набирает этот самый сахар с комочками. Так? Последний пакет. У нас как раз один был так в Ешиве. Подошел один, хотел попить чай. Чая нет. Законился чай. Вот. Ну, дали ему пакетик, в общем, это начался приготовить. Вот. Но вот если бы он как бы... Это был единственный пакетик. В первом взял, бросил самый сахар с комочками. Ну, теперь что, расставаться? Несторонний пакет уже. Расставаться с чаем, выливать его. Мы говорим, что... А? Ну, горячий чай, не мясо. Что мы с вами говорили? Мы с вами говорили с вами так. Следующее. Мы с вами говорим так. Да, правильно. Прежде всего, линия закона Пашкиназа. Это час. Традицию продолжать 6 часов. Но мы с вами говорили, когда у вас есть всякого рода сомнения, то в некоторых случаях это уже можно облегчать. Посмотрите, сколько у нас сомнений здесь с вами есть. Комочек, не факт, что он молочный. Так? Возможно, просто кто-то запустил туда влажную ложку, она свернулась, простая вода. Так? Может быть, молочная, а может, не молочная. Подложите самый комочек. Сколько там может быть молока, в конце концов, на эту чашку? Вполне возможно, что уже аннулировалось. Так? Вполне возможно, что аннулировалось. Вот. И к тому же он уже знает, что у него прошел час-два там, с того, что у него молочное мясное. Вот. Поэтому можно пить. Зачем нам нужны разные солонки? Я вам скажу. Потому что, может быть, такое получится, что если вы привыкли к этому пользоваться, то рано или поздно кто-то сделает это близко к порам. И когда уже идет прямая струя, и даст вам, возможно, брызги. Понимаете? Вот. И поскольку это привык человеку это делать уже, и он делает направо-налево, направо-налево, рано или поздно там уже будет бобль бандитична. Либо, в конце концов, это настолько пропотеет, что там уже хочешь-не хочешь мясное будет. Поэтому изначально говорят все-таки изначально. Изначально надо избегать этого. Мы с вами говорили, да? Насыпаем на ладонь, либо на какую-то мясную ложку, и ей посыпаем блюдо, которое мы хотим посыпать. Таким образом это делать. Приучить себя к этому правилу. Так? Вторая тема, которую мы обсуждали на прошлом уроке, я чувствую, что к этому уроку подойти будет непросто. Мы касались с вами, начали. А, ну, в принципе, это как раз начало. Мы с вами начали обсуждать, когда у нас есть курица. В двух вариантах. Первый вариант. Когда курица сырая, ну, не курица, а мясо сырое. Вот. Но обработали приправами его. Как раз то, что вы справляли на это вот так. Вот. И на такого рода курицу или мясо попало... Попало... Молочное какое-то, что-то молочное. Капли. Так, либо коснулся там сыр какой-то, творог. Так, либо подобное. Так. Что здесь произошло? Так. Теперь. Поскольку специи, они работают как жар. Как будто жарка. Так. Вот. То в таком случае это устражение. Но это устражение, которое принятое устражение. Вот. Что нужно считать, это как будто у нас всякая курица была горячей. Вот. И, допустим, если это попало в такой контакт, то изначально устражает, в принципе, курицу запретить. Всю. Всю. То есть, еще раз, курица, которая была со специями, но она была специями в большом количестве. То есть, там прям как бы невозможно кушать. Если бы это было не сырая курица, не сырое мясо, то такое количество специями мы просто не могли бы кушать эту курицу. То есть, там оно очень хорошо пропитано, и, соответственно, как бы молочный контакт, он хорошо пробивается. То есть, он просто впитывается к курице очень хорошо. Вот. И есть устражение, разноклассные учители устражают, что это запрещается полностью, что это означает для нас. Это означает для нас, в таком случае мы должны связываться с равом. Потому что бывают случаи, когда это единственное блюдо на вечернюю трапезу, допустим, да, и у нас мы не успеем что-то ещё приготовить, нужно заводить раву, можно в таком случае облегчить, потому что есть мнение, что в случае убытка, серьёзного убытка, могут это разрешить, но изначальное направление в том, что это устражают и запрещают полностью. Так, другой вариант. Когда у нас, мы с вами говорили на прошлом, знаете, как раз мы готовили, жарили, допустим, какое-то мясо. Жарили какое-то мясо, и у нас это получилось контакт с, опять-таки, с молочным. Что на каком случае мы делаем? Что на таком случае у нас запретилось? Здесь уже не просто, как мы говорили, первые три варианта холодного контакта. Хоть здесь тоже холодный контакт. Она жареная, но холодная. Но поскольку, когда вещи жарятся, уже способность впитывать, она сильнее, но с другой стороны, это холодная. Поэтому здесь сказано такое, что если так был, в холодном виде жареного мяса, то... А? Вы говорите ещё, если варили его, то же самое, вы правы. Варили, я бы, кажется, даже оказалось здесь, даже если... То же самое касается свареного, испечённого мяса, то же самое. То есть тушили, варили, готовили, да. Вот. И в таком случае запрещается только внешний слой. Образнимание. Жареное, белое, варёное, варёное, готовое? Но холодное. Оно сильнее впитывает, чем сырое. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Потому что там уже всё расширялось. Там уже гибче. Помните с вами, когда-то, когда-то учили, ну, Тойхэн. И мы говорили с вами, что когда у нас сваренные вещи, да там можно толочь уже в шаббат без проблем. Почему? Потому что внутренняя структура уже разрушена. Она вся расширилась и так далее и так подобное. Понимаете? Вот. И то же самое как бы здесь. Готовы уже впитывать, но только внешний слой. Внешний слой убрать можно делать. То есть недостаточно уже тереть. А? Мы когда-нибудь варили курицу, варили мясо, варили так. Вот. Нужно внешний слой срезать. Какой внешний слой срезать? Здесь сказано только, что на самом деле настоящий внешний слой. Чтобы не устраивать слишком сильно, но убрать его. Говорить так, что в принципе это такой слой, который, если можно было технически его срезать так, чтобы он поднимался вместе. Вот вы начинаете его срезать, вот поднимаете, он как бы вместе может подниматься. То есть не отрывается друг от друга. Если он будет слишком-слишком тонким, он у вас будет кулачками. А вот чтобы не кулачками, а как бы вместе уходил, он должен быть так срезан, чтобы он вместе весь поднимался. Вот такой внешний слой срезали, можно дальше пользоваться это самым мясом, это самым курицей. Пример такой приведем. У нас с вами, допустим, миска с молоком. Так, вы открыли в шаббат пакет, вы знаете прекрасно, что когда открываем шаббат пакет молочный, то мы обязаны все вылить. Мне показалось, что нам нужно как бы это самая емкость. Поэтому открыли пакет, вылили все это в миску, поставили на шаббат. После шаббата взяли эту миску, поставили. Вот ребенок неосторожно проносил тарелку со шнитолем. И он упал, допустим, курицу, она более гладкая. Он упал в эту самую миску. Что он? Он кросс, парус. Кусок миска. А, вы именно такой, я понял. Упал, вы поднимаете, он у вас капает это самое молоко. Все, выбрасываем. Прежде всего вытаскиваем мокрый шницель. Что с ним произошло? Какой контакт был? Холодный. Влажный. 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 Жирный. Влажный. 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 То есть, что мне нужно делать? Он весь пористый. Готовый, уже прожаренный. Следующий закон, как говорится. Он весь пористый. Влажный, с трещинами. Влажный. готовы готовы допустим курица сваренные так попала вот такое молоко так вот туда госу чем мы просто что делаем мы вытаскиваем моем курицу можно там где надо для подозрения там изнут потереть курица готова для значного использования гласит аллаха тора святая тора говорит так говорит о том что молоко вообще здесь не запретилась так именно холода виде вообще не запретилась поглощение это участь к это кусков там где кусок в нем может что-то войти может на внешнем слое может что-то внутрь войти то что не является куском не может себя поглощать холода виде опять-таки что такое молоко это частички мы с вами учиться немножко физику правильно это просто частички частички сечки что вы говорите среди в частичек есть еще возможно несколько частичек мяса но мы снова это во-первых он не выделяется холода видео не выделяется но даже есть немножко там на внешнем слое там был что так он вошел просто находится частички среди частичек так поскольку там это молока наверняка гораздо больше частичек это молоко абсолютно кошерное нормальное можно пить всем кошерного так вот и все еще и разорвать и все еще и разорвать вот есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...